Основной пакет предложений по вопросу развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в России сформирован участниками рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации, участие в заседании которой в рамках форума выставки Экспо Билтраша принял губернатор Евгений Куйвышев. Среди ключевых направлений, обозначенных экспертами, совершенствование госрегулирования и саморегулирование строительной отрасли, повышение эффективности отрасли строительных материалов, поддержка научно-технического и кадрового обеспечения строительного комплекса и другие. К слову, именно опыт региона и результаты, которые демонстрирует строительная отрасль, стали причиной, почему Средний Урал был выбран площадкой для проведения заседания рабочей группы Госсовета. Участие в заседании рабочей группы приняли помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Халманских, губернатор Евгений Куевышев и его коллеги из других регионов. Руководителем рабочей группы стал Виктор Толоконский, глава Красноярского края. Михаил Мень отметил, что по результатам прошедших обсуждений будет сформирован основной сводный доклад на Государственный совет Российской Федерации. По его словам, строительная отрасль России составляет почти 6% ВВП, обладает мощным мультипликативным эффектом и существенным влиянием на экономическое благополучие страны. Одно рабочее место в строительной отрасли обеспечивает загрузку 5-6 рабочих мест в смежных отраслях экономики. По мнению членов рабочей группы Госсовета, локомотивом отрасли продолжит оставаться строительство жилья, на поддержку которого должны быть направлены основные усилия, что позволит эффективно развиваться строительные отрасли в целом. Доля жилья в общем объеме построенных зданий за 2015 год в России составляет 93,4%. При этом накопление жителей страны, которые могут быть инвестированы в улучшение жилищных условий, оцениваются в 20 триллионов рублей. Колоссальный потенциал для развития отрасли, считают эксперты. Губернатор Евгений Куевышев проинформировал участников заседания об опыте Свердловской области в области жилищного строительства. Глава региона отметил, что в области упор делается на комплексном развитии территорий, когда кроме жилья создается и комфортная среда обитания. Строительство домов идет в тесной связке с возведением автопаркингов, магазинов, детских садов, школ, поликлиник, разбивкой парков и скверов, созданием прогулочных и велодорожек. Яркими примерами такого подхода являются районы Академический и Солнечный. Строительство целых кварталов в муниципалитетах региона по программе «Трубы на метры», предполагающей поддержку в части подготовки инженерной инфраструктуры для участков строительства. Евгений Куевышев также рассказал, что в регионе стимулируется внедрение инновационных, энерго и ресурсосберегающих технологий. Область принимает активное участие в программе «Жилье для российской семьи». Губернатор подчеркнул, что это позволяет консолидировать бюджетные и внебюджетные средства для реализации градостроительных проектов. Наиболее рационально использовать земли муниципальных образований. Лидер Свердловской области выразил надежду, что опыты наработки Свердловской области найдут отражение в докладе рабочей группы и материалах, которые будут вынесены на рассмотрение Госсовета Российской Федерации. В ходе дискуссии эксперты сошлись во мнении, что для развития жилищного строительства в России необходимо также развивать ипотечное кредитование, рынок арендного жилья, институт жилищных некоммерческих объединений граждан, сельское строительство, предотвращать появление незавершенных объектов жилой недвижимости. Игорь Левитин поблагодарил у строителей мероприятия за организацию форума. Он отметил, что в Свердловскую область приехали профессионалы строительной отрасли со всей России и в нашем регионе создана хорошая площадка для общения коллег на тему градостроительной политики в России. Артёмовский городской округ не является муниципалитетом, где темпы строительства жилья, да и других объектов выделяются на региональном фоне. Однако это происходит по вполне объективным причинам, нет острой необходимости и экономической целесообразности. К сожалению, муниципалитет по своему среднему возрасту населения отнюдь не молодеет. Соответственно, и потребности в жилье невелики. Гораздо острее стоит вопрос достаточного количества рабочих мест открытия новых предприятий, которые бы позволили молодым специалистам трудиться в родном муниципалитете, а не искать лучшие доли за его пределами. Во многом именно то, что молодежь стремится покинуть свою малую родину, сказывается как на экономической, так и на социальной ситуации в Артемовском городском округе. Как разорвать этот замкнутый круг – вопрос к депутатам городской думы, местным властям и руководству наших предприятий. Именно они должны прорабатывать перспективы развития муниципалитета, решать не только насущные, но и долговременные задачи. Решать ли эту проблему грядущие выборы – покажет время. Сейчас артемовцам нужно более тщательно изучить кандидатов и сделать выбор, который основан не на результатах грамотного пиара, а на здравом смысле.